ну что друзья мы в киеве но очень хочется в одессу а где здесь резиденция одессы это конечно барстоянка прямо в арку немножко в горку для поднятия аппетита вижу позывные добра барстоянка там мы остановимся кость ну чё пьем-то собственно говоря наш недавний релиз вчера сделали презентацию коллаборацию между хоппи хок и киевской пивоварни племя tropical саурпорта достаточно забавная история с маракуйя манго и кокосом еще такого не было бюджи себе ну да сам это само собой бюджи себе очень много из того что мы последнее время делаем нету но скажем так надо что-то делать новое всегда хочется что-то творить и поэтому ну достаточно да вышло мне кажется весьма на балансе но творческая тема этого про крафт и ну да именно у вас мысл ну да пахнет вообще сразу а обалденно кокосом таким кокосом и потом вот фруктовая такая нота идет ланта очень приятно с маракуйя а вот манго и кокос уже идут в такую фруктовую вообще вот да хочется сказать людям которые говорят что пиво должно быть пивом нет ребята попробуйте пожалуйста ну блин почему именно такие стереотипы попробуйте но это сложно назвать пивом да но это очень вкусно очень ну я с тобой опять же ну не совсем согласен но у нас еще есть офигенный пример бельгии в которой образно говоря люди которые в наши люди которые привыкли к чешской или например немецкой школе думают что вот вот ухелесы вайцены это все а бельгия это же фрукты бельгия фрукты по факту это вот те же ну то есть это фрукты это у это даже не бельгия понятное пиво оно даже не похоже на пиво это кисло сладенький очень приятный ароматно фруктово-кокосовый напиток которым не чувствуется ни грамма алкоголя он очень легко пьется он просто приятно пьется это не надо задумываться какой стиль не стиль пиво это не пиво это офигенский напиток который приятно пить но тут же знаешь уже речь о том что что мы считаем под пивом и опять же как бы почему для меня почему я в свой напиток который я в основном пью это пиво из-за того что из-за спектра вкусов которого мы можем там получить вот максимально чего-то простого до максимально чего-то сложного и не пине не виске ты этого не найдешь никогда ну вот для тебя крафт для что это вот это вот но для меня крафт во-первых это качественный продукт ну то есть это это основу основа это за это качественное вкусное вкусное пиво вкусный напиток потому что крафтово бывает не только пиво и настойки все остальное но это базово вкусно качественно и только из натуральных ингредиентов до всякой там химии вкусовых там где-то добавочек например для кого-то образно говоря добавление лактозы будет тоже считаться химией это ну вот я просто понимаешь что в принципе вот и добавление глюкозы лактозы это все равно для кого-то для кого-то это тоже химии потому в целом для меня чтобы это был так считать у нас всю жизнь химия да 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 и потому как бы отрицательную полностью химию тоже жду отеждаю надо как бы давать людям объяснять это однозначно что что это не химия что это обычные нормальные ингредиенты которые встречаются в обычном растительном животном происхождении именно само собой разумеется отталкивать никакого синтеза то есть именно и потому все равно базовое это знаешь вкусно это качественно потому что без качества все равно насколько бы это не было вкусно все равно но то есть она не по итогу не сможет стать реально вкусным потому что это не качество много так что понятненько как пришла история это же получается проект хоппи хогов одесской не совсем то есть это собственно говоря если говорить четко и по-честному то это мы не делали новый бар мы сделали собственно говоря такой выбор но поменяли ну то есть немножко здесь был да да собственно говоря здесь была был бар барстанка наших друзей и он был как и назвал апостоле когда потому мы не решили меня вопрос все время читаю бар стоянка мнение это бар стоянка потому что был упор на настойки на стоянкой бар стоянка понятно бар стоянка да 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 у нас давно у хоп и хоп чесали с руки что-то сделать в киеве для себя потому что много из нас живет в киеве и в целом это вот место в котором очень много сосредоточено крафтовой истории украины ну да и вообще как бы я так понимаю что я сам знаю по себе что украфтовых пивоварен как бы со сбытом тяжело потому что точек грубо говоря мало люди еще не все знают и поэтому как бы свои точки сбыта это нормальная тема развития но знаешь два базового конечно да но это как по мне по крайней мере это больше не про сбыт это больше про возможность рекламы то что у тебя есть место в которое ты можешь любому человеку который задает вопрос где вас найти и ты можешь сказать четко ты приходим просто бар стоянка вот такой адрес в киеве и ты можешь попробовать много наших сортов которые всегда и ну да потому что когда ты у тебя нету какого-то свои точки розничной торговли то ты всегда отправляешь человека куда-либо вот и смотрим подробно рассказать и он не всегда может быть на кранах то есть он может закончиться человек приходит а тут его нету знаешь и гонять человека по полу заветение это тоже не самое приятное человек на уже нету но значит я не буду искать а тут это появляется скажем так такой плацдарм для того чтобы люди уже нашли четко этим попробовать по приходите сюда он здесь всегда есть выборе сейчас еще прикупили холодильничек будем собственно говоря еще делать бутылочку до бутылочку баночку чтобы еще расширить вообще максимальный спектр того что у нас есть чтобы было всем скажем так ну и как считаешь получается с образованием точки да да в целом да сколько вы работаете мы работаем меньше 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 мидата есть мы открылись 22 числа прошлом месяце ты ну скоро уже будет месяц карантинное ограничение да однозначно сказываются да да ну то есть они в любом случае сказываются потому что она карантин сказывается на на любом бизнесе сейчас для нас опять же да чувствуем да это чувствуется в любых сферах для нас это проблема в том что все равно мы как послушные граждане стараемся не то что стараемся выполняем требования и не работаем после указанных часов и потому для нас это все равно такой достаточно сильный удар по экономической части но опять-таки мы стараемся в тех часах которых мы можем работать скажем так дать людям максимально и или привлечь сюда людей жного а не но опускать руки это уже обсловала такого года опять же мы же не дело мы же сами понимали что мы открываемся в период карантина что мы будем базово работать с этими ограничениями и мы это учитываем то есть не сказать что мы задумывались это дело до карантина потом делался карантин мы понимали что мы будем открываться в период очень сложно экономически и и социально и потому как бы ну а все равно не делать ничего это что же неправильно но все равно как-то надо работать и в любом случае она когда-то кончится эти карантин и будет заделано будущее то есть уже во всяком случае люди будут знать и что здесь есть уже не надо будет с нуля начинать вот именно опять же то есть все равно период какого-то кризиса это все равно для них это кризис для других это возможности то есть когда многие закрываются и вдруг у тебя появляется лучшим надежда что-то сделать свое открыть даже сложный период то не используйте вы тоже очень глупо потому что потому что всегда надо конечно работать никогда руки не опускать это на любом случае это место про крафтовое в целом про крафтовое все то есть начиналось хороших крафтовых настоек и сейчас мы собственно говоря добавили еще большой пол вкусного крафтового пива то есть это про хороший качественный продукт в целом и сейчас мы добавили ну то есть поставили 12 кранов из которых глобально в целом будем наша пивоварня будет занимать 4 5 кранов а все остальное это будет собственно говоря ротационные сорта наших друзей и в целом хороших пивоварен украины потому что мы прекрасно понимаем что крутой продукт делают очень многие пивоварни и не брать их не давать людям возможности попробовать что-то новое и крутое это думаю что крафтовая тема именно это все люди с творческим большим потенциалом которые хотят сделать что-то шикарное не похожая но собственно говоря это знаешь это как как кулинария как все остальное это что же сам себя творчество и это рисование музыка кулинария пивоваренье это все равно творчество которое ты творишь у тебя полотно у тебя пустой рецепт например там в пирсмике ты такая чтобы мне сделать и начинают что-то какие-то базы накидывать а потом я добавлю сюда это и уже начинаешь творить за как у художника бывает блин такое вдохновение а ну-ка еще в манго дать озвучить манго вот это собственно говоря про то это все про творчество и потому как бы нет круто ну круто да и такая формат такой получается андеграунд это же я думаю специально дать дирали кирпичи чтобы такое было ты знаешь это была история что-то сделать ну то есть достаточно просто потому что и политика цены нас мы зато за доступные цены чтобы максимальное количество людей смогло попробовать хороший алкоголь то есть мы как раз пытаемся с этой стороны зайти в полизацию крафта то есть ценами доступными всем потому что иногда типа взять бокалы там за 150 гривен кому-то сложно то например взять бокал там за 45 за 70 гривен уже становится комфортнее по цене и они готовы сделать этот шажочек ну вот простого по какому-то более сложного да и сделать бар хотели знаешь какому-то такому не он с учетом твоего площади абсолютно небольшая сделать такое что-то ламповое между легкий с легким оттенком знаешь такой британского папчика то есть по цветам немного и в сторону знаешь каких-то еще берлинских руинбаров то есть на что когда все за разное то есть мы еще хотим докупить по итогу разные мебели разных стульев ну то есть вот чтобы она все было вот такое очень такой компактно и уютно и семейная такая история ну вот для своих ну то есть образно говоря что когда любой человек приходящий сюда он чувствовал себя своим ему было комфортно ну прикольно я думаю у вас получается мы тоже надеемся опять же все равно еще пока из-за того что мы работаем немного мы все равно в процессе тестов усовершенствований и поисков еще каких-то интересных решений вот например собственно говоря купили изначально машину которая закатывает в банки то есть мы если на вынос то мы не льем в пэт тару а мы льем в банке человек который хочет понравилось пиво ребята сделайте мне пожалуйста баночку баночку того-того-того-того это вообще круто это во-первых визуально выглядит намного интереснее намного современнее чем п и во-первых ну и во-вторых и как века логича логич неоднозначно да и опять таки вот мы решили что помимо пива также будем закатывать в банки коктейли и и чтобы люди например спокойно могли вот он понимает что вот уже устал сидеть паре или куда-то поехать не люди у него любят карты он взял три-четыре коктейля все подписанное в баночках красиво приехал достал и это группа на то есть ну своя фишка такая прикольная да с учетом того что много совсем фишек ты нового не придумаешь что знаешь с каких-то мелочей строится вообще много прикольно и все такое классное маленькая уютная домашняя ну как у вас и ну как бы и пивоварня тоже считается семейная домашняя и здесь такая же тема домашняя потому что мне то есть по крайней мере мне так кажется что на этом и заточен в принципе человеческий комфорт то есть ему когда ему в основном людям комфортно дома это своя крепость и то же самое когда типа ты приходишь в заведение в котором ты себя тоже чувствуешь свои дома это своя крепость и намного свободнее можешь относиться ко всему общаться и тебя целом расслабляет приятнее приходить до однозначно есть формат например ресторанов которые ты приходишь там с девушкой с до ужин на это совсем другое но мне кажется что все равно там не чувствуешь себя вот максимально расслаблен то есть и какой-то поджатый ты стиль строго надо задать а это именно про то что прики расслабиться выпить вкусного и сейчас 5 наших собственно говоря 5 ротационных на остальных наших друзей и еще два сидра надо и чтобы как каждый нашел что-то свое сидры только пакет а пока пока это собственно говоря да все равно не достаточно простые но опять же со временем я хочу попробовать поиграться здесь уже с каким-то более сложными сухими сидрами и что-то ну да сидры тоже крафтовой можно вариации делать добавлениями со всяких там других фруктов и специй я знаю там по специям мастера ну да это понятное дело просто просто понимаешь проблема по крайней мере которую я вижу это что все равно пока еще люди привыкли потому что всегда должен быть сладкий то есть когда в пиве уже начинает формироваться полу людей которые знают что его может быть кислым например какой-нибудь сайзом или еще какие-то дикари которые могут пахнуть достаточно своеобразно и это правильно это фермой и это нормально то собственно говоря в каком-нибудь сидре который вот будет правильно спрошен допустим например дикими тоже и там тоже это ферма то для многих все равно пока это сильно странно и это не комфортно и хочется потихоньку потихоньку сказать людям что это комфортно это вкусно это правильно вот да сейчас же сидры сейчас ну вот большей степени то скажем не сидра такой микс получается с ярким запахом там яблоко клубники банана но это не это не сидра но смесь такая просто с ароматизатором нормальный сидр это как продукт брожения уже должен пахнуть брожением все равно в любом случае должны быть нотки моченых яблок или травы и приобрели цветов я думаю в крантовых сидрах тоже есть сейчас потенциал однозначно пиво движется и сидры туда подтянутся а потом микс будет сидров с пивом и всего такого вот я жду когда ну то есть уже потихоньку начинает собственно говоря сидровая история развиваться то есть уже любители вина начинают потихоньку обсиживать и понимать что сидры по факту многом очень похож на вино но не определенные за рта и по профилю по кислоте по насыщенности вот какой-нибудь сухой сидры это будет достаточно похоже на какой-нибудь например белое сухое вино то есть и вот я уверен что в какой-то момент любители вина начнут вот очень сильно цепляться за сидрой или за хорошие сидры и тогда вот сидровая история начнет двигаться еще более активно сейчас как бы границы я смотрю смазываются вообще все это не абсолютно не раздельные темы то есть пиво это пиво зерновое вино это вино яблоки там это сидр на фруктовые настойки все это как бы совмещается миксуется и выходит на фоне того что это вкусно ну то есть и ты по итогу выбираешь не то что я хочу вино или пиво я хочу чтобы вкусно и у меня есть предпочтение хочу кисло например вкусный ты можешь выбрать кислый сорт пиво ты можешь выбрать сухой сидр или сухое вино но у тебя сладкий какой-либо типа жидкий чизкейк какой-то у вас с шоколадом захер кирамису кирамису да да что с крошками шоколада ну вот о чем лучше речь про пивоварню именно немножечко кто не знает ну собственно говоря это да мы раньше было все таки небольшой сейчас все таки мы стараемся обрастать объемами это такая детская семейная пивоварня которые уже в этом году было три года на рынке которые знаешь максимально мы пытаемся говорить о семейных ценностях о что-то тоже таком бланку вам даже формате бизнеса и всего то есть это вот там все свои все в основном в основном семья или очень близкие друзья и это все формирует какой-то наш профиль ведения и бизнеса и общение с другими и максимально по коммуникацию формирование но своего домашнего всегда любой фестиваль начинается и заканчивается уход хоппи помню тогда музыка и танцы такая братская любовь и всеобщее там мир пиво классно а поэтому такая вот именно до семейная история все чувствуют в вашем окружении такое расслабленность комфорт всеобщую любовь вот народно потому что типа мы на самом деле сами стараемся быть максимально открытыми ко всем и потому это абсолютно ощущение людей что они ощущают от нас то же самое не раскрывается и для нас и потому формируем какое-то вот окружение максимально расслабленных свободных спокойных людей и то же самое на фестивале когда очень ярко показывается когда мы начинаем понимаем что он заканчивается и хочется потанцевать хочется уже немножко выдохнуть все общие танцы то почему зачем себя ущемлить чем-то фестиваль это или нет ну и смотрю так большей части направление у вас какие-то домашние кондитерские вкусняшки дай но это скажем так мы этот спектр направления давно рассматривали потому что на самом-то деле уже давно придумано очень много крутых сочетаний в кулинарии то есть пиво варенье очень схожи на кулинарию когда в кулинарии уже уже сотни лет есть определенные рецептуры десертов в чего-то другого соусов почему многие люди любят очень то почему их не использовать в пивоварении не попробовать их перенести его в пивную историю и вот мы стараемся этим заниматься когда то же самое с тирамису вот крем-брюле которое сейчас было с захером это собственно говоря уже рабочие формате кондитерских изделий какие-то сочетания интересные которые люди любят которые мы любим и попробовать это все масштабировать вот пивную историю это сложно но это интересно ну да если люди любят есть такое почему почему вы не выпить ну и ниша такая как бы пустая никто этим не занимается глобально именно вот чисто сладким наверное да то есть сейчас вот чисто сладким наверное мы немножко под занявлений что то есть сейчас все таки если еще пытаемся искать себя каких-то немножко других направлениях вот например как вот этот напиток добавляем немножко кислинки но опять же вопрос мишевости и занятости ниши он такой очень своеобразно из-за того что вроде бы все еще сейчас крафтовые пивоварни в украине стараются и делать все искать себя во всем потому что на самом деле круто потому что никто не никогда не знаешь кто в чем выстрелить все в чем хорош так и никто не знает в чем его как бы сильная сильная страна на предназначение просто все экспериментируют во всем и я думаю ну как вы я тоже самое тоже это 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 пробую в чем выстреливает надо будем начинаем до усиливать это обкладывать как бы такими кирпичиками и двигаться в эту сторону потом как бы все это дело вылезал облагородил получился классный продукт можно что-то другое там начинать развиваться вроде бы может другое а потом вас кто-то из пивоварин спорил еще круче в твоем направлении что-то я уже давно ничего не развивался надо развиваться дальше да да что-то я подзавис каких-то ну да то есть всегда все равно опыт это все равно всегда поиски чего-то нового и развития ну да крафтовая история конечно интересно тем что нет то нет такой знаешь рутины постоянно какой-то поиск постоянно какая-то история с поиском рецептов стилей ингредиентов тоже мире огромное количество там люди там какие-то там бобы тонко используют там кору какого-то дерева мумба-юмба нет на самом деле опять же просто это очень достаточно понятная история из-за того что если ты останавливаешься то у тебя не то что конкуренты но вот еще пул того что есть на рынке и из-за того что все развиваются просто тебя сметает и ты остаешься на обочине и как как живем да как и в любом бизнесе то есть тебе постоянно надо усовершенствоваться чтобы держаться на полу ты что же как бы не живешь одним днем постоянно в одном периоде мир меняется люди меняются обстоятельства меняются потому всегда надо развиваться что в жизни что в профессии что да 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 однозначно это история такая я с тобой абсолютно не согласен понятненько ну кость очень был рад с тобой поговорить встретиться у вас уютном домашнем папчике таком очень понравилось думаю люди люди оценят и будете развиваться и будет все у вас любом случае заезжайте когда будете еще в киеве потому что все ждем всегда открыты а у меня мечта с поездить и по пивоговарням я понесли вообще ни разу в жизни не я понимаю свой город просто больше я очень много терял потерял и ну я обязательно выберу время надо съездить в одессу посмотреть и обязательно зайти на пивоварню вам конечно пообщаться всем будет интересно для любом случае что-то новое всегда можно найти